А что будет основной темой сегодняшнего митинга? Требования расследования фактов коррупции вышедших должностных лиц. То есть это как и 26-го. Мы сейчас в соцсетях, в телеграме координируем сюда едут машины. Люди, которые имеют места в своих машинах, они, значит, в одной из тех, у кого нет места. Мы готовы к любому развитию событий, но надеемся, что у власти разума хватит вести себя адекватно. Нужно поблагодарить исполком Казани за то, что он предоставил эту площадку, предложил эту площадку нам. Потому что, мне кажется, это очень хорошая иллюстрация того, насколько неэффективна система власти в Татарстане и в России. Если вы прошли уже или пройдете еще по улицам Юдина по дворам, вы увидите разбитый асфальт, вы увидите ямы, вы увидите полное отсутствие доступной среды для людей с инвалидностью. Коррупция – это следствие неэффективности системы власти. И в Казани это очевидно, это проявляется. Вы видите, в каком состоянии сейчас вылезаны центры города, которые готовятся к Кубку конфедераций. Вы видите эту имитацию, декорации. И это в Татарстане, где власти амбициозны и где ресурсов больше, чем во многих других российских регионах. Мы за светлое будущее для нас, для наших детей, и поэтому мы думаем, что нужно начинать сейчас и с таких вот мероприятий, что, казалось бы, митинг не такой большой, как в Москве, но мы все равно делаем свою толику большого дела. Мне кажется, должен быть ответ от власти. Мы требуем ответа на объявленные обвинения, на поставленные вопросы. И пока не будет ответа, будут продолжаться митинги, будут продолжаться шествия, будут люди собираться. Я много раз слышал где-нибудь в аэропорту, на курорте, в хорошем западном городе. Это из Раша. Это русские. Снисходительно так, извиняющие. Ну, что с них взять? Они такие дикие, такие невоспитанные, такие... Ну, сами знаете, какой у нас имидж России в международном мире. Так вот, у меня есть мечта, чтобы через несколько лет, 5, 10, 20, мои трое детей, вы и мы, выезжая за границу, нам говорили, и ты с Раша. С уважением, с гордостью, что вы такие смелые, справедливые построили свою замечательную страну, где развивается экономика, где люди свободно живут, где осуществляются все мечты всех людей, где каждый человек достигает того, чего он заслуживает, чего он хочет достичь. Стать лучшим программистом, лучшим предпринимателем, стать президентом страны, стать министром, стать хорошим врачом, учителем и так далее. И всему этому мешает, вернее, убивает нашу страну коррупция. Коррупция, которая разворовывает, не дает сделать карьеру трудолюбивым, талантливым, замечательным, молодым людям, таким, как мы. Я пришел на митинг против коррупции среди высших государственных лиц. Этим митингом я хочу заявить, что я против того, что сейчас происходит в власти. То расследование, которое было, которое сказало, что не нашло никаких нарушений, это полностью фиктивное, просто нелегитимное расследование, оно не санкциональное, такого быть не должно. Сейчас акция идет, позвони Путину, он же хочет нас услышать. Так сделайте, сделайте звонки, сделайте, что мы есть еще. Назовите свою фамилию, имя, отчество, город, из которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть одна минута. Так, одна минута. Говорите. 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 Алло. Говорите, говорите, просто говорите. Я Рахмеев Равилько Шафанович. Хочу сделать звонок Путину. Значит. Держи. Поддержим, поддержим. Поддержим. Путин, срочно уходи в отставку со своими пособниками. Так как вы и ваши пособники постоянно нарушают высший закон Российской Федерации, Конституцию России. Вы не способны управлять государством, защищать права и свободы граждан России, как этого требует Конституция России. Вы давали клятву согласно статье 82 Конституции России. Цитата. Уважать и охранять права и свободы человека. И гражданина соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Прошу прощения. Мы не можем отступать от темы заявленного мероприятия. Здесь я не вижу ни одного слова о коррупции. Она где-то сидит здесь, скрыта между строк. Но о коррупции вы не говорите. Это несправедливо на самом деле, что у нас огромное рассвоение людей в плане финансово. Мы хотим что-то изменить. Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на эту проблему и не шли на голосование с таким настроем, что все равно ничего не изменится. Все равно будет один и тот же президент, один и тот же парламент. У людей должна появиться какая-то сила вообще и ощущение того, что они имеют право голоса. Спасем Россию вместе! Спасем Россию вместе! Это что, не понимаем? Это наше. Все в чате не такая, общались, что кто-то один выходит, а один заходит. Нет, не могу.